Всем привет и хорошее настроение, с вами Рэй и мы продолжаем проходить с вами Хастл Кастл. Приступим, ребята. Так, мои воины получают по уровню Матвей 38 и Иришка 35 уровень. Это хорошо, ребята, скоро и 40 уровень не за горами. Так, давай полуэкт иди сюда. А Матвей, иди сюда, сейчас мы будем вас менять ролями. Потому что все-таки 38 уровень лучше, чем 36. Собираем все, что накопили. Так, денежку. Сколько у меня? 670 тысяч. Это хорошо, ребята, это очень хорошо, потому что мне осталось немножко. Какой 36? Ну, мне кажется, даже 33 уровень. Вот так-то, ребята. И надеваем, естественно, все на Матвея. А полуэкт идет у меня развиваться дальше. Так, одеваем подвесочку. Отлично. Так, вот только единственное, не знаю, кем он у меня будет, ребята. Магом? Да, наверное, мы будем его делать магом. Какое бы колечко ему в сандалии-то, а? В конце-то концов. Так, ну, этот амулет рано еще одевать. Вот этот. Я даже не знаю, что... Нет, лучше, наверное, мы оставим все-таки на силу магии, потому что... Ну, сами понимаете, сила магии есть сила магии. Здесь, конечно, тоже есть плюс магическая броня и уровень повыше. Ладно, давайте так, оставим. Так, а кольцо мы ему поставим, наверное, все-таки на магический урон. И давайте ему... Слушайте, посох с воскрешалкой. А у меня больше ничего нету. А нет, вру, есть у меня еще два посоха. Ну да... Ладно, пока это не столь важно. Мы с вами, ребята, как бы проиграли в прошлой игре голему. И вот я не знаю, как мне лучше одеться, чтобы его завалить. Так, я не знаю. Хотелось бы мага иметь в магической броне, а не в какой-то там трихамуде, в тяже или еще в чем-то. Он же все-таки маг. У него статы идут. Вот этот посох неплохой, но, конечно, отстает. Отстает он. Так, а вот эта броня получше будет. Да, тяжелый, конечно, выбор. Не знаю, блин. Мне вот лично хочется все-таки... Да, вот так вот мы сделаем. Сделаем из него истинного боевого мага. Все на силу магии. Вольем. Да, конечно, я не спорю, мы потеряем с вами в мощах. Так, но зато приобретем магическую силу. Силу урона и так далее и так подобное. Пускай он у нас идет отхиливаться. Мы сейчас с вами, ребятушки... Да, орков у нас, к сожалению, нету. Придется нам, ребята, с вами, наверное, нападать на игроков. Денег у меня 670 тысяч. Этого, по-моему, маловато будет, конечно. Так. Восстанавливает 370 здоровья в течение 3 секунд. В принципе, нормально, да? А здесь у нас что? Нет, это слабенько. Лучше ставим тот посох. Пускай он будет. Вот так вот сделаем. Сделаем двух хилеров. Ну, а почему бы нет? И нашего лучника тоже оденем в его родную броню, в которой он, в принципе, и должен быть. Для чего я это все делаю, ребята, вы спросите? А для того, чтобы пойти и вломить голему. Хотя я не уверен, что мы таким способом его победим. Так, все, маг мой отхилился. Давай, возвращайся. Ну, а мы идем с вами на карту. Сейчас добежит. Отлично. Так, вроде бы все целенькие, да? Так, красава. Матвеюшка с отхилом. Все пучком. Ну что же, ребята, давайте отправляться в заколдованный край. И надеяться на то, что мы все-таки завалим сейчас этого голема. Понеслась, ребята. Так, красава убегает. Ёлки-палки, вот этот вот удар его он и станет, когда он... Это просто финиш полнейший. И такое впечатление, что ему пофиг на моих магов. А маги... Для чего я магов поставил? Для отхила. Ну, они оглушены все. Поэтому никто ничего не может не отхилить. Ну, вот они воскресили. Но, как вы видите, один маг упал. И магия бьет по нему очень мало. Соответственно, вывод какой напрашивается? Что магия здесь просто бессильна. Я думаю, что можно было бы, в принципе, поменять формацию немножко. Сделать, предположим, хила... Хила, воскрешателя и, например, двух бойцов. Но, опять же, где гарантия того, что... Он в станах не поставит и не убьет с двух ударов. Тут надо, ребята, хорошенько подумать. Потому что... Ну, не знаю, как даже и сказать-то. Сами видите прекрасно, что он творит. Удары у него очень мощные. Тем более, у него этот массовый стан есть. Вот тут даже не знаю. Надо каких-то очень-очень убер-мощных воинов делать, чтобы его били. Ну, как вы видели, мы проиграли голему. Что меня очень сильно расстроило. Потому что я надеялся, что все-таки мы его затащим. Но нет. Да, неудачно, конечно, получилось все. Ну, не будем расстраиваться. Будем как-то стремиться. У нас все-таки есть цель победить голема. И это хорошо. Когда есть цель, это очень замечательно. Ладно, ребята, есть еще одно предложение. Сделать из Матвея воина. Поставить ему вместо посоха топор. Да, он у нас такой более мощный. И, естественно, наденем ему броню тяжелую. Так. Что с остальными? Так, хил нам обязательно нужен. Точнее, ресльщик. Ну, в принципе, по идее, и хил нужен. Так, 370. Без него-то нам никуда, по идее, не деться, ребята. Единственное, что может быть, ему одеть магическую броню для улучшения статов. 1900 это очень слабый посох для воскрешения. Конечно же, 3600 это намного лучше. Или вообще сделать из него тоже мага, ребята. Поставить ему вот эти ножи. Будут у меня три воина. Интересно, получится из этого что-нибудь, а? Как вы думаете? Ну, короче, пока мы с вами это не посмотрим, мы ничего не узнаем. Ну, мне кажется, это, конечно, глупо. Очень глупо. Три воина и маг-воскрешатель. Ну, как говорится, мы все равно ничего не теряем. Лишь просто с вами экспериментируем. Должен быть какой-то способ его завалить. Ну, если, ребята, вы, конечно, знаете, то, конечно же, я буду рад прочитать это все в комментариях. Как убивали именно вы? Ну, приблизительно, надеюсь, с таким же оружием и при такой же мощи. Так, давайте разберем с вами что-нибудь. Так, давайте. Она слабенькая у нас. Ну, эти тоже можно смело разбирать. Потому что они далеко-далеко позади стоят. Так, и эта тоже бронька. Топорики. Ладно, пускай. Арбалет, естественно, тоже. И эта броня вообще уже, по ходу дела, у нас устарела. Так, что тут у нас? Так, эту мы пока, наверное, оставим. А вот эту? Нет, все-таки мы эту разберем. Где она? Вот. Она уже слабенькая и нам только захламляет инвентарь. И эта тоже. Ну, это обычные. Их в первую очередь разбираем. А зеленые можно еще посравнивать. Так, 6.052. Естественно, слабее чем-то. Ну и что? Вроде бы как и все, да? Больше... А, лук. Вот еще лук. Так, разбираем. Ну и пока на этом, наверное, ребята, мы остановимся. Так, можно возвращать к росу. Она у нас отхилилась. И, соответственно, пробовать еще раз напасть на голема. Да, и жаль, действительно, ребята, что у меня нет сейчас магии на скорость атаки или хотя бы на защиту, на дополнительную броню. Фаерболы здесь практически бесполезны. Наносят очень мало урона. Но так как у меня нет ничего, придется брать их. Ну что ж, давайте посмотрим, что у меня из этого получится. Иди сюда, Каменная Гора, ты уже меня достала. Когда ж ты упадешь, а? Ну, смотрите, запускаем фаербол. Полетел. Ну это что, а? Ну, 3500 отнимает. Это ничего ровно вообще-то. Даже тратить не буду. Все равно. Ну, смотрите, он разбирает. Одного за другим. Просто этот стан выводит моих воинов из колеи. Причем этот стан идет массовый, массовый. И это ему дает обалденное преимущество перед моими воинами. Да, сейчас мой маг упадет, родненький. Держись, малыш. Нет, все-таки он упал. Да, ребята, печально. Когда же я его завалю и как? Ну что, ладно, ребята, предлагаю сделать, наверное, с вами небольшой перерывчик. Всем привет, ребята. Ну что? Так, 35-й, 36-й уровень. Это все замечательно. И на карте у нас, ребята, появились кто? Конечно же, наши любимые орки со своим вторжением. И это наш шанс нафармить сейчас сундучки. А из сундуков, естественно, есть шанс выпасти какой-нибудь шмотки или оружие. И, может быть, все-таки мы в этой серии одолеем этого орка. Не до орка. Он мне, честно говоря, уже бесит. Я уже не знаю, как его убить. Что только не пробовал. Ничего не выходит. Ну ладно. Сейчас пока будем заниматься орками. А там уже будет видно. Ёлки-палки. Что такое? Я думаю, почему меня так разбирают быстро? Я же с прошлого раза забыл поменять обратно оружие. Они у меня так и идут. Один маг, даггерщик и топорщик. Да, сейчас обязательно надо поменять. Это не дело. Главное, что один сундучок у нас уже есть. Так. Кто? Любомир, ты у меня кем был-то? Я уже и забыл, если честно. Арбалетчиком вроде бы, да? Да. Вроде бы арбалетчиком. Я уже, честно говоря, и не помню. Или магом. Вот незадача-то, а? Так, у тебя кольцо на магический урон. Значит, скорее всего, ты маг у меня. А Матвей, если не ошибаюсь, был, черт его знает, 38 уровень у него. Кем он у меня был-то? Ёлки-палки. Ты у меня, по-моему, был... Ну, не воином, это однозначно. Ну, краса, это понятно. Она так осталась при своем. Дмитрий. Самый маленький уровень. Значит, ты был у меня воскрешателем. А вот Матвей кем у меня был? Ё-моё, да что за незадача-то? Так, у тебя кольца на магию, так? Матвей, значит, по идее, ты был магом. А кто же у меня тогда был лучником? Все поперепутал, ребята. Ё-моё, легко бери и пересматривай старые серии. Ну, зачем? Давайте мы так сейчас определимся. Так, ладно. Он у меня с магией, с посохом. Так, пускай остается. А Матвею надо, наверное, все-таки ставить... Не знаю. 37-й. Любомир, 37-й уровень. Матвей, 38-й. Ребят, если не верьте, я запутался. Просто кто у меня кем был. Давайте попробуем так. И колечко. Колечко, это что у нас? На урон. А это на магический урон. Ну, естественно, надо будет поменять. Так, давайте ему, наверное, вот... Подождите. А здесь у нас что? Все, как говорится, приплыли. Ёлки-палки. Вот что значит не запомнить, кто кем был. Ну, вы помните прекрасно, что все упиралось в оружие. У меня слабые уровни носили определенный вид оружия. Слабенький тоже определенный вид. Сейчас они практически все на равных. И я не могу понять, кого из них кем сделать. Так, урон магический, так? Ладно. Давай мы тебя поставим, наверное... Будешь вот так вот, с посохом. Только вот не знаю, броню будем мы менять или нет, а, ребят? Ладно, пускай остается так. Любомир. Ну, все, вроде бы разобрались. Не знаю, правильно я все сделал или неправильно. Мне сейчас об этом некогда думать. Давайте идите, ребята, отхиливайтесь. Так, дрова. Яблочки, естественно, яблочки. Так, ну что тут? А, деньги. И у меня уже 862 тысячи, ребята. И 250 дерева. Это означает только одно, что мы будем с вами что-то покупать. Спасибо, ребята, вам за подарки. Огромное спасибо. Ну что же, я закончил отправку. Забрал свой сундук. И теперь у меня 9 сундучков. Это, в принципе, хорошо. И давайте с вами что-нибудь построим. А что мы с вами построим, ребята? Я думаю, что мне хватит только лишь на сарай и на бассейн манны. А, на погреб еще хватает. Ну что же, давайте тогда с вами построим, наверное, бассейн манны. Или сарай все-таки лучше, а? Так, давайте-ка посмотрим. Так, хранилище заполнено у меня все, да? Ладно. Идите сюда, возвращайтесь. Так. Я даже не знаю, ребята. Ладно, давайте потом. А сейчас начнем бить наших орков любимых. Как же я их обожаю валить. Прям каждый целый бы день бы сидел бы их и щелкал, как орешки. Так, что у нас тут? О, это дети. Сынки пришли к нам, да? Сейчас мы их по быренькам разберем. Все-таки внутри меня теплится небольшая надежда, что с этих сундучков мы получим достойный ревард. Хотя вы прекрасно видите, что мне с этим не везет вообще никак. Если выпадает, то на слишком высокий уровень, да? На 45-й и на 47-й. Это ни в какие ворота не входит. Так, что тут у нас? Ага, опять крысы. Что-то зачастили эти крысы в мой замок. Я не могу понять, что у меня не так. Вроде бы все чистенько. Мусор нигде не валяется, а крысы почему-то заводятся. О, алхимик получил максимальный уровень у меня. 14-й. И это хорошо. Это же просто замечательно. Надо будет потом поменять алхимика. Какого-нибудь слабенького, да? На, естественно, достаточно сильного. Так. Так и так. Ну, а тебе, естественно, мы это все оденем сейчас. Так, ты иди учись, а ты у меня перебегай сюда. Как раз то, что надо, ребята. Вообще, просто изумительно. Максимальный уровень алхимика. Ну, я имею ввиду не то, что максимальный по игре. А вообще, именно на данном апе у меня развивается алхимик до 14 уровня. И сейчас мы ее приоденем. По крайней мере, на нее налезут все шмотки, которые были, есть и, надеюсь, которые будут выпадать в дальнейшем. Так, какой костюмчик у нас? 325, да? Да, так и оставим. И вот так. Ну что, с алхимиком мы разобрались. Пускай добывает нам ману. Ну, а нам остается лишь одно, ребятушки. Так, здесь у нас ничего, все нормально. Так, возвращайся и отправляемся с вами на карту. Тут у нас еще, ух, хорошо, орков еще предостаточно. Так что, ребята, еще повоюем. Так, понеслась. Здесь можно даже с закрытыми глазами драться. Это, кстати, да, ребята, вы так и не написали. Глючит у вас игра или нет? Или это все-таки только у меня? Очень интересно. Зачистил эти лаги. Они мне очень, честно, сильно раздражают. И в последнее время многие игры перестали у меня запускаться на этом эмуляторе. Я не могу понять. Я хотел многие игры вам показать. Точнее, как бы они у меня записаны. Все. Продолжение серии хотел делать. А захожу в игру, а она уже не запускается. И в чем проблема, ума не приложу. Поэтому очень много релизов у меня, к сожалению, не вышло. И непонятно по какой причине. Просто не запускаются игры. Так, 11 сундучков у нас накоплено. Сейчас они у меня подхилятся. И пойдем далее валить вражин. Ну, а пока, ребята, знаете, что я думаю? Что можно, в принципе, заняться крафтом. У меня вроде бы достаточно кристаллов. И давайте мы с вами сделаем так. Отправляем алхимиков всех в кузницу. Так, иди сюда тоже. Так, ты там тоже иди. Все равно у нас маны полно. Пускай будут все стоять здесь. И сейчас мы закажем. Естественно, я буду заказывать посох себе. Потому что с посохами у нас огромная проблема. Я хочу посох на воскрешение. Ну, естественно, с хорошими статами. Так, 6 часов он будет делаться. Ладно, пускай, ребята, там начинается производство. Ну, а мы с вами продолжаем мочить орков. Так. Ну, вроде бы все. Поехали. 11 сундуков есть. Ну, я думаю, сундучков 15-18 у нас. Ого, 56 тысяч мочей. Мы с вами насобираем. По крайней мере, мне бы так хотелось, чтобы было. Ну, а пока я увлекался тут своими мечтами, мои ребята вовсю крушат орков. И причем довольно неплохо. Интересно, положат красу? Ах, все-таки положили, негодяи. Ну, да не беда. С нами есть супермаг, который резает постоянно мою красу. И довольно неплохо она после этого справляется с врагами. Ну, что же. Законный сундук наш. Итого у нас уже 12 сундучков. Это, ребятушки, прекрасно. Ну, с 12 сундуков, я уж думаю, хоть что-то, хотя бы хоть какая-то шмоточка или оружие, ну, должно выпасть. Хотя, ребята, тут, понимаете, помните, в той серии, да, я открыл 23 или 24 сундука к ряду. И ничего толкового не выпало. Ну, а мы с вами пока давайте определимся, что нам нужно построить, ребята. Мне нужен, по идее, сарай. Но, но, мне не хватает немножко денег. Там нужно 900 тысяч, да? Да, 900 тысяч. И 225 тысяч дерева. Дерево у меня есть, немножко надо денежек. Немножко это буквально 36 тысяч. Я думаю, мы их с вами насоберем. А не насоберем, так украдем у вражин наших. А, у нас же еще сундуки есть. С них же можем даже накопить, наверное. В общем, сделаем так. Так, когда откроем сундуки, посмотрим, сколько нам не будет хватать денег. Ну, и остальную сумму, я думаю, мы сможем получить с наших врагов. То бишь, с реальных людей. То бишь, с ПВП. Так, ну что, краса у меня там немножко не дохилилась. Осталось подождать совсем немножко. Давайте улыбочки эти соберем. Манны у нас полный арсенал. Мы в ней пока не нуждаемся. Так, 2, 2. Отлично. В принципе, тут ничего сложного у них нет. Это уже 4, да? И плюс еще у меня 12. То есть, это получается 16 сундуков уже будет у нас. И я надеюсь, что будет какой-то прогресс. За воинов там, за лучников, за магов. Ну, как обычно. Он же должен быть. Я вроде бы их еще не делал сегодня. Так что, все у нас впереди. Поехали, ребята. Где он тут? Ага. 34 тысячи мощей. Даже можно ничего не говорить, а просто наслаждаться. Как наши забивают мяч в пустые ворота. А мяч это относительно будет моя краса. Вот она бежит, бежит, бежит. И забегает. Все. Тут даже говорить нечего. Так, сундучок наш. Я не знаю, может быть, в принципе, при монтаже... Да я... О, что такое? Новое достижение. Выполните 100 ежедневных заданий. Отлично. Ну, я же говорил, ребята, что должен быть какой-то прогресс. И я его сделал. Так, ребят своих на отхил. Так, что у меня тут? Отлично пока все. Давайте, может быть, ему оденем. А стоит ли? Хотел... Подумал вначале одеть на него магическую броню. Так, а почему у меня на алхимика... Лежат книжка... И ожерелье. Неужели им не нужно? Ну-ка, давай-ка, Любомир. Раз ты у нас такой любознательный... Носи и учись. Да, кстати, у него 5 звезд. И это хорошо, ребята. Так. Ну что, как обычно, у меня краса немножко тупит. Поэтому подождем маленечко. Так, посох. 490 урона. В принципе, посох-то неплохой. Но только в данный момент он нам не нужен. А вот лучнику, я думаю, надо поменять броню. Потому что тут у нас на урон идет. А урон нам нужен. Так что оставим его в его родной рабишке. Ну что там, краса у меня отхилилась? Да, все. В принципе, ребята, отправляемся с вами дальше. Бомбить, бомбить орков. Почему? Что заполнено-то? С какого? А, все, ребят. Да, у меня и дерево-то полностью забито. И дерево, и манна. Ёлки-то палки. Да, печалька. Лучше бы у меня было бы так забито все деньгами сейчас. На данный момент. Ну где они тут? Ага, вот они. Какое пройдено? Че вы мне тут свистите? 44 тысячи? Ну, это тоже детский сад. Так, понеслась родная. Ну, первого воина мы снесли. А как только воин падает, естественно, маги и лучники. Это уже вообще шелуха. Но было бы прикольно, если бы у них орки были с отхилом и с воскрешением. Игра бы приобрела такой, знаете, непредсказуемый стиль. Потому что ты вроде думаешь, ага, вот они орки, салаги. А он, бац, тебе, прикинь, да, своих воинов начинает резать. Лучников там усилять, например. И тоже применял бы, кстати, магию. Вот это было бы, конечно, обалденно. Так, ближний физический урон. Урон по всем. Неуязвимость к магическому урону. Вот так вот, ребята. Неуязвимость у него к магическому урону. Поэтому магия моя ни шиша там не справлялась. Да, ну и сила тоже там не справляется. Ладно, мы с этим разберемся чуть-чуть попозже. Сейчас у нас основная цель это забомбить всех орков. Вскрыть сундуки и посмотреть, что из них выпадет. Ну и, естественно, что-то поставить на ап. Крафт у меня уже один есть. И надо будет какое-то здание прапать. Ну, я думаю, что это будет все-таки сарай. Потому что я ограничен в дереве сейчас. У меня предел 250 тысяч. А следующие постройки у нас идут с 255 тысяч. Поэтому тут сама игра заставляет меня крафтить именно сарай апать. Так, ну что ты, мой любомирчик? Нормально себя чувствуешь? Дай-ка сюда. Да. Так, ну-ка, где она тут у меня? Давай-ка вот ей. Сейчас мы наденем. Она у меня алхимик 14 уровня, как-никак. И пойдет у меня в алхимку. Добывать манну. Вот так вот. Это другой разговор. А ты там сиди себе и учись. Ну что же. Блин, да что ж ты так долго у меня лечишься? Краса. Ну, так дело не пойдет. В принципе, да, ее апать эту, как сказать, лечебку элементарно. Был бы у меня 600 дерева, а 140 тысяч золота я уж, поверьте, бы набрал. А вот с деревом, конечно, напряг. Ну, давайте дальше продолжать бить орков. 27 тысяч. Тоже очень-очень простенькие. Вы смотрите даже, как они одеты, какие у них в руках посохи. Я такие посохи, по-моему, носил на уровне втором, третьем или даже пятом. Ну, посох с орлом, с головой орла. У меня точно где-то до уровня 15-го. Так я точно с ним бегал, если я, конечно, не заблуждаюсь. Хотя, посох там был неплохой, помните, да? Я даже хилился, да? Он хил, по-моему, делал или воскрешал. Черт, как это давно было. Я даже уже и не помню, что они там делали. Но было прикольно. А сейчас я на них смотрю, как на ничтожество. Так у нас всегда и получается. Ну что, блин, я хочу вскрыть сундуки, ребята. Если бы вы знали, как у меня чешутся руки, их вскрыть. Так, подождите-ка, топор. У меня у красы какой-то порт-то. Ага, нормально. Все, я уж думал, слабенький топорик я ей одел. Но ничего, все прекрасно. Так, вот лучик, я понимаю, да? У него мало хп, быстро отличился. И обратно в компашку. Но краса же будет сейчас мурыжить нас с вами очень-очень долго. А почему эти... Ага, девчата у меня... Все, по восьмому уровню получили. А это у нас максимальный уровень. Нужно делать до 14-го. Ну это обалдеть, сколько будет все стоить. Но зато я представляю, как у нас сразу пойдут деревяшки в гору. Так, что тут у нас? 5 часов 51 минута. 6 часов, елки-палки. Все-таки долго это все делается. Сколько у вас тут тренировка? 4 часа. Почти 5 часов они оба будут зарабатывать себе на уровень. Но зато... Это хорошо. Они будут у нас как дополнительные юниты для обороны замка. Так, очередные наши орки. Разбираемся с ним, естественно, без проблем. Так, подожди-ка. А какого лешего они... Как-то так у меня лучник чуть не умер, а? С какого-то перепуга. Кто в него там бомбанул так сильно? Вроде ничего такого особого не было. Но, тем не менее, факт налицо. И опять у корсы очень мало жизней. И опять ей очень долго придется восстанавливать их. Ладно. Потом я, наверное, сделаю немножко по ускоренному это все. Кому интересно смотреть, как она отхиливается. Ну что же, краса отхилилась. Возвращается. И мы с вами, ребятушки, летим. Летим на очередных орков. Остались... Остались две последние партии. Ладно. Давайте-ка с этими разберемся. А потом будем скрывать все-таки. Я уже жду, не дождусь. И все-таки у меня теплится надежда. Хоть на какую-нибудь шмотку. Хорошую, естественно. Так. Опять они завалили у меня красу. Красу я, кстати, ребята, надумаю в дальнейшем убрать из своей, так сказать, боевой команды. Потому что она очень-очень слабенькая стала. У нее, по-моему, три звезды. Для воина это как бы не катит. У меня уже будут скоро пятизвездочные воины. И причем раскачанные все. Так что красу мне придется заменить. Выгонять я ее, естественно, не буду. Хотя, может быть, и выгоню. В общем, в дальнейшем мы посмотрим, как у меня с этим все дело пойдет. Ну, а пока мы отхиливаемся. Возвращаем их обратно к себе в компашку. И идем в очередной раз. По-моему, уже последний, если не ошибаюсь. Команда орков, которая нас будет ждать на пути. Ну и, естественно, будем вскрывать. Это получится у нас ровно 19 сундучков, ребята. Ровно 19. Если бы ровно 20, это другой разговор. В общем, 19 сундучков у нас будет. Ну что же, давайте. Иди сюда, красавчик. Опа-на. Получи-ка. Арбалетчик. Слушайте, ребята, я, кстати, знаете, что думаю? Заменить арбалетчика на третьего мага. Вот такой у меня еще формации не было. И посмотреть, что из этого получится. Я даже представляю, кто у меня будет. У меня будет хил. У меня будет уронщик. Ну, скажем так, дамагер. И, вау, еще сундучок синий получаю. Вообще шикарно, ребята. 20 сундуков. И будет у меня ресторщик. Ну что же, давайте их ставить в отхил. И приступать будем к открыванию сундуков. Ну что такое? Завязывай игра уже. Зачистила ты с лагами. Поехали, ребят. Первый сундук пошел. Ага, ресурсы. Ладно. Это, как говорится, подарочные сундучки. Поэтому с них частенько очень выпадают ресурсы. Как бы это... Я даже не беру их в расчет, грубо говоря. Так, что-то, ребята, подлагивает игра. О, смотрите-ка. На... На мага выпала. Так, отлично. Следующий сундук. Ну, ресурсы здесь. С этого, наверное, выпадут тоже ресурсы. Так оно и есть. Ну, красный, естественно, вы сами прекрасно знаете, что там только ресурсы у нас хранятся. Поэтому рассчитывать особо на него не на что. Так, опять тут у меня Каспер прилетел, а. Ёлки-палки, я еще и прогресс сделал. Вообще великолепно. Так, Каспер, давай-ка не шали там. Давайте глянем на наших врагов на карте. Какие тут... Какие тут вообще есть? Что такое? Почему? Почему мне не показывается? Ребята, по-моему, какой-то глюк. Смотрите, вообще не показывают мне, кто в этих замках сидит. Никакой информации нету. Ё-моё. Я даже не знаю. Может быть, перезагрузится или чё? Ну, так тоже не пойдет. Согласитесь. Ладно, раз я пока ничего не могу сделать, давайте будем продолжать открывать сундуки. Чё ж поделаешь. Так, у меня все отхилились. Продолжаем. Так, ну, этот у нас с ресурсами. Не, ребят, чё за фигня? По-моему, игра заглючила. Так, здесь у нас ресурсы. Опачки, ребята, я смотрю, мы с вами накопили нужную сумму. Поэтому давайте делать сарай. Поехали. Ого, один день и 11 часов. Будет оно строиться. Обалдеть. Да, печалька. Ну, хотя, почему печалька? Дерево нас особо не напрягает. Мы сможем его и так копить. Так что поехали дальше. Вау, арбалетик. 663 урона в секунду. Слушайте, я не помню. У меня, по-моему, у лучника все-таки будет получше. Так. Вау, вот это вот для поварят самое то. Что у меня еще тут? Ух ты, рубаночек. Это для дровосеков. Слушайте, по-моему, пошла фортуна. Да что ты будешь делать? Ты опять заглючил или лагает? Или у меня, или на сервере. Непонятно. Ну, давай, давай, давай. Быстрее прогружайся. Так. Ну, здесь у нас ресурсы чистой воды. Ну, это невозможно так играть, а? Что это? Каждый сундук буду сейчас по 3 часа открывать. Ну, что ты тут даешь? Опять ресурсы. Ёлки-палки. Сейчас, наверное, из-за этих вот глюков у меня выпадут одни ресурсы. Вот такое впечатление. Но, все-таки еще есть синий сундук. И, может быть, с него нам что-то выпадет путевой. Да как тут играть-то можно? Ёлки-палки, а? Все. Походу, дело вообще зависло уже окончательно, да? Я не знаю. Ребята, есть... Как бы не есть шанс или возможность. А есть желание просто взять час и перезагрузиться. Так дело не пойдет просто-напросто. Ага, просарался наконец-то. Ладно. Так, я даже не знаю. Давайте, может быть, перезагрузимся все-таки в конце концов. Ну что же, ребята, сейчас посмотрим, как оно будет. Лучше, не лучше, я не знаю. Перезагрузился. Сейчас увидим по сундучкам. Так, открываем. Ну, вроде бы все отлично. Видимо, эмулятор начал лагать. А это очень плохо. О, вот это замечательно. Броня выпала. Так, что у нас еще? Так, ресурсы. Пошли ресурсы опять. Вся надежда у меня еще на синенький сундучок. Ну, давай, давай, давай. Ах ты, нет, нет. Ну, все, последняя надежда, ребята. И броня на мага. Ё-моё, никакого оружия. Только лишь броня. Меня это очень сильно расстраивает, ребята. 663. Хотя вот лук на порядок лучше. Ну, хоть что-то. Хотя я собираюсь заменять скоро луков на магов. Поэтому особой радости, честно говоря, нет. И эта бронька очень слабая. Да, немножечко, конечно, 20 сундуков открыть. И толком ничего не поиметь. Ну, несправедливо, я считаю. Так, а вот это что такое? Это надо одеть, ребята. Пускай он будет в такой тяжеленькой броне. Так, ну что, с сорками мы с вами покончили, да? Да. На крафт мы поставили здание. И... Ага, вот у меня же еще есть что, ребята. Какой 11 уровень повара? Так, у меня 11 уровня есть поварята? Ну-ка, давайте глянем. 7-й, 8-й. Так, тут не подойдет. 8-й. Слушайте, а, нет, вот есть 14 уровень. Так, вот тебе сейчас мы. И оденем его. О, замечательно. Хоть кто-то у меня развит до 14 уровня. Значит, не все так плохо. Так, давай-ка мы с тебя, наверное, снимем. Ну-ка, это 10 уровень нужен рубанок. Ё-моё. А у меня такого уровня-то и нет ни у кого. Нет, смотрите, что-то опять подлагивает начинает игра. Надо, наверное, почистить кэш, ребята, потому что все там уже, видимо, забито под завязку. Ладно, пускай он у меня там продолжает лечиться. Ну, а мы с вами что можем делать? Нападать сейчас на игроков я не вижу смысла. Если бы нам не хватало денег, тогда да, мы могли бы пойти и пофармиться, пофармить их. Ну, а тут, если только, знаете что, рискнуть, как сказать, на дорожку пойти и навалять голему люлей. Ну, по крайней мере, попробовать. Как видите, ничего хорошего не выпало. Формацию я менять не хочу. Хотя, наверное, стоило бы, но... Можно, в принципе, и так попробовать напасть. Единственное, с чем можно еще связаться, это, ребята, с бижутерией. И, по крайней мере, посмотреть, что у меня есть. Так, это магический урон. Практически ненужное кольцо именно для голема, поэтому мы его обходим стороной. Тут у нас все на урон. Так, давайте вот это колечко оденем. Ну и, в принципе, все. Все, больше мы ничего здесь с вами сделать не сможем. И какая у меня будет по счету-то эта атака? Я уже и забыл. Так, может быть, одеть тяж тебе? Нет, мне все-таки нужен урон, поэтому давай-ка так попробуем. Ну что ж, давайте, ребята, отправимся, как говорится, на дорожку попробуем его заколбасить. Я уже заранее что-то предчувствую, что у меня ничего не получится. Так, понеслась, родная. Так, ну, посмотрите, а он с одного удара практически снес мою красу. Нет, ребят, никуда так не годится. Я не знаю, как к нему подбирать тактику. Ума не приложу. Смотрите, хило убил, точнее, реза моего. Сейчас хило грохнет. Да, печально все это, конечно. Ну и, естественно, добирается до лука. И с двух ударов он его убивает. Все, это полный крах, ребята, полный крах, и я очень сильно расстроен. Это самый долгий босс, которого я не могу завалить. Ну что же, ребята, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующих сериях. Надо будет немножко подкачаться. И все-таки мы завалим этого голема. А на этом все. Всем пока, удачи и до скорых новых встреч, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok